В новом учебном году продолжается внедрение современных образовательных стандартов. Так, с 1 сентября в российских школах вводят электронные учебники. Они не заменят традиционную книгу, а станут ее дополнением, расширив возможности учебного процесса. По требованию Министерства образования и науки, все школьные учебники с 1 по 11 класса должны иметь электронную версию. По мнению специалистов Министерства образования и науки, электронная форма литературы позволит решить проблему веса школьных ранцев, а также оптимизировать время подготовки к учебному процессу. Это будет удобно как для учителя, так и школьника. Российские издательства к началу учебного года подготовили электронные версии каждого учебника. Они дополнены интерактивными и мультимедийными элементами. Как идет внедрение новинок в окружных школах, мы узнали у директоров учреждений. У нас электронные учебники есть, но это нужны большие вливания финансовые, чтобы закупить всем детям не ноутбуки, но хотя бы планшеты. Понимаете, сколько это денег надо сразу. Поэтому, пожалуйста, у нас кто хочет, приходит. Все учебники новые поступают с электронным содержанием, и можно скачать и пользоваться. Но для этого нужен ребенку как минимум планшетик. В ОМИ электронные учебники применяют как приложение к бумажным. Например, начальная школа активно использует их на уроках окружающего мира, математики и русского языка. Для старшей школы в этом году заказали комплект учебников по английскому языку. Если учитель имеет электронный учебник, он может пользоваться им в качестве демонстрационного способа. В этом учебнике ведь есть не только материал, как из учебника. Есть и какие-то видеофрагменты, которые дополняют урок. Какие-то рисунки, анимации, модели, которые помогают правильному учению понять то, о чем мы говорим. В таком плане наши учебники нашими учителями используются. Я как физик могу сказать, что я пользуюсь электронным учебником по физике. В 10-11 классе автор Мякишев-Буховцев. Какой вид литературы использовать решает школа. Все будет зависеть от оснащенности учреждения и предпочтений педагога.